12 мая во всех общеобразовательных заведениях Украины прошли выпускные вечера. Этот день для 498 выпускников Змеевского района навсегда останется в памяти. Ведь получив аттестат о полном среднем образовании, они простились с детством и сделали первый, но уверенный шаг во взрослую жизнь. В этом году выпускные вечера прошли в 18 школах, лицех и гимназиях нашего района. Среди выпускников нынешнего года 29 награждены золотыми медалями и 11 серебряными. Наибольшее количество медалистов во взрослую жизнь выпустил Змеевской лицей номер 1. Здесь 11 выпускников наградили золотыми и двое серебряными медалями. В числе медалистов этого года и выпускники Комсомольской гимназии номер 2. Кстати, в этом году это учебное заведение проводило во взрослую жизнь юбилейный 45 выпуск. С трепетом и любовью обратилась к выпускникам 2012 года директор гимназии Людмила Гутарина. «Нелегко прощаться с учениками, которые за эти 11 лет стали родными», – отметила она. Торжественная часть выпускного бала для гимназистов прошла во Дворце культуры. На сцене Большого зала ребятам вручали аттестаты с напутственными словами. Приятная миссия выпала главе Змеевской райгосадминистрации Евгению Мураеву – вручить выпускникам золотые и серебряные медали. В числе медалистов гимназии – Валерия Климова, Анастасия Морощакова, Алла Томашевская, Карина Бандюк, Инна Ильина, Ольга Соскова и Алена Тутова. В этот торжественный и памятный день выпускников поздравили воспитанники детского сада номер 4 и выпускники гимназии 2010 года – финалисты шоу «Украина. Майя талант» Дмитрий Кривенко и Анатолий Литицкий. После торжественной части во Дворце культуры гимназистов сменили выпускники Комсомольского лицея. На площади нарядные и счастливые ребята закружились в прощальном вальсе. Взгляды всех присутствующих были прикованы лишь к ним – выпускникам 2012 года. Далее все они вышли на сцену Дворца культуры со своими наставниками – классными руководителями. Первое напутственное слово лицеистам взяла директор Комсомольского лицея Виктория Дзюба. В этом году среди комсомольских лицеистов не было медалистов. Глава района вручил им путевку во взрослую жизнь – аттестаты. Многие из выпускников были награждены грамотами. Евгений Мураев, побывав на выпускных вечерах в районе, невольно вспомнил и свое прощание со школой. Выпускной забыть невозможно. Помню, что он был очень яркий. Такое впечатление, вернее, это настроение, оно сохраняется надолго. Помню, как встречали рассвет, помню, как гуляли с друзьями, естественно. Помню школьное мероприятие. Вы знаете, мы регулярно встречаемся с одноклассниками. Эта дружба, мне кажется, самая чистая, самая настоящая. Она с человеком всю жизнь. Помню своих учителей. Регулярно, сейчас не так, как бы хотелось, да, но прихожу в школу, вижу, честно говоря, их одобрение, их оценка, ну, наверное, очень важно для каждого человека, поскольку они тоже вложили частичку своей души, труда в каждого ребенка, который прошел через их душу, руки, ум. В поселке Донец в этот день все дороги также вели в Шебелинскую общеобразовательную школу. В этом году в Шебелинской школе всего четыре выпускника, а вот поздравить их пришел практически весь поселок. Со слезами на глазах классный руководитель Нила Кихтенко заводит своих учеников в зал. Директор школы Валерий Лопатек отмечает, что выпуск 2012 года особенный, ведь в этом году Шебелинская школа празднует свое 30-летие. Поздравил выпускников и главарой госадминистрации Евгений Мураев и главный специалист отдела образования облгосадминистрации Ирина Ковсиевич, начальник районного отдела образования Вера Шаповалова. Также от депутата Харьковского областного совета Евгения Мураева школа получила в подарок музыкальный центр. В этом году из-за футбольного чемпионата Евро-2012 последние звонки и выпускные вечера прошли на месяц раньше. Из-за этого, сетуют выпускники, не успели как следует подготовиться к независимому тестированию. Немножко не хватило времени, потому что подготовка к выпускному, к последнему звонку, это очень сложно совмешать вместе, поэтому не совсем подготовились. Я хочу пожелать всем выпускникам, чтобы они пошли своей дорогой в жизнь, чтобы нашли свой путь счастливый, чтобы поступили где хотели, чтобы не терялись в будущем. В Лиманской школе в этом году выпустили 26 учеников. Для классного руководителя Евгения Мацак это первый выпуск в учительской практике. Говорит, что не просто отпускать детей, которым душой привязался за эти годы. Радостно и в то же время тревожно этот день и для родителей, которые пришли поддержать и поздравить своих уже взрослых детей. Веселое, радостное, хорошее настроение, отлично, все отлично. На праздник в Лиман приехал Евгений Мураев, который со словами поздравлений, так же как депутат областного совета, подарил школе многофункциональное устройство. Вручил аттестаты и пожелал выпускникам успешно сдать тесты и найти себя в жизни. Как отметил Евгений Мураев, в этом году также продолжит в районе начатую в прошлом году добрую традицию – чествовать лучших выпускников и учителей Змеевщины на центральной площади города. Праздник состоится 2 июня. Все традиции, которые делаем, я надеюсь, что они будут живы всегда. По крайней мере, я буду поддерживать их однозначно. В этом году мы, как и в прошлом, будем чествовать учеников, учителей, которые вырастили достойную смену и довольно-таки успешных детей. Будем награждать тех, кто закончил школу с золотой медалью, достойно представлял район на областных, республиканских, олимпиадах, в Мане, на турнирах физиков, химиков и так далее. Будет, естественно, концертная программа. Приедет группа «Время и стекло» и «Тамерлан» с Мергалиевой. Я думаю, что детям понравится, по крайней мере, когда мы задали им этот вопрос, они одобрили. Когда уйдет со школьного фона От звуки нестареющего вальса Учитель нас проводит до угла И вновь назад, и вновь ему с утра Встречай, учи И снова расставайся Когда уйдем Со школьного фона Пройдем по тихим школьным этажам Здесь прожито и понято немало Был голос робок, мел в руке дрожа Но ты домой с победой убежал И если вдруг удача запропала Пойди по тихим школьным этажам Для нас всегда открыто в школе дверь Прощаться с ней не надо торопиться Ну как забыть звончей, звонка копей И девочку, которой нес портфель Пускай потом ничто не повторится Для нас всегда открыто в школе дверь Для нас всегда открыто в школе дверь Субтитры подогнал «Симон»